МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Громкие коррупционные преступления, резонансные убийства, задержания и приговоры суда. Все самое важное из области преступлений и наказаний. В сегодняшнем итоговом выпуске программы вызов принят. Марина Комиссарова с вами. Здравствуйте. Неотвратимость наказания, даже если преступление совершено в условиях неочевидности. Принцип работы тех, кто выбрал стезию борьбы с преступностью. Главной задачей правоохранительных органов всегда оставалось достижение справедливости. Убийство танцовщицы из Екатеринбурга в июне 2014 года шокировало своим цинизмом и внезапностью. Журналисты связывались с родственниками девушки в Екатеринбурге. Смерть 29-летней Ольги, красивой и молодой женщины, да еще и такую страшную, никто не мог поверить. Следствие прошло непростой путь, чтобы выйти на подозреваемого. И лишь спустя два года, 25 января 2016 года, виновным в убийстве признали резонца. Следствием и судом установлено, что утром 5 июня 2014 года осужденный приехал к своей знакомой, которая снимала квартиру в одном из домов по улице Мервинской города Рязани, и у которой днем ранее остановилась 29-летняя жительница Екатеринбурга. Не застав знакомую дома, мужчина в ходе внезапно возникшей личностной неприязни к ранее незнакомой девушке, не впустивший его в квартиру, стал избивать ее. Спасаясь от нападавшего, девушка выбежала на балкон, откуда через оконный проем попыталась покинуть квартиру, расположенную на третьем этаже дома. Мужчина в это время стал наносить ей удары ножом. Упав на козырек пристройки, девушка скончалась от полученных ножевых ранений. В судебном заседании перед вынесением приговора мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Следующим раскрытым делом стало роковое убийство супружеской пары грибников. О них скорбили не только их дети и близкие, но и весь город. По версии следствия, житель города Рязани, систематически употребляющий наркотические средства при содействии сыновей на участке местности в лесополосе, расположенной в Рязанском районе, осуществлял незаконное культивирование конопли для последующего личного потребления. Охрана участка осуществлялась с использованием принадлежащего отцу оружия, переделанного им из карабина «Сайга». Днем 22 июля 2015 года старший из обвиняемых встретил в непосредственной близости от охраняемого им участка супружескую пару. Муж и жена находились в лесополосе с целью сбора грибов. Будучи уверенным, что грибники обнаружили культивируемым имку на плю, он с целью устранить ненужных свидетелей вызвал по телефону своего сына и дал ему указание связать. Мужчине и женщине руки. Супругов заставили спуститься в ранее вырытую в земле яму, после чего старший из обвиняемых произвел в них выстрелы из имевшегося при нем оружия. Будучи уверенным, что супруги неминуемо погибнут от огнестрельных ранений, он накрыл яму деревянным щитом и присыпал грунтом. Затем он с целью скрыть место совершения преступлений завладел автомобилем, на котором потерпевшие грибники прибыли к лесному массиву, и отогнал его в другое место. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления, а его жена через два дня была обнаружена местными жителями и доставлена с огнестрельным ранением в медицинское учреждение, где ей своевременно оказали квалифицированную помощь. В ходе опуска дачного дома, квартиры и гаража обвиняемых следователем обнаружили и изъяли однозарядную винтовку и патроны, незаконно приобретенные и хранившиеся старшим из них. В совершении преступления обвиняют 48-летнего мужчину и его двоих сыновей. В ходе расследования проведено множество следственных действий, в том числе сложных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 20 томов. Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем заместитель прокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение, и оно отправилось в суд. Продолжается затянувшаяся уже на годы судебная тяжба по делу об убийстве 19-летнего студента Александра Дудина. Напомню, в Советском районном суде города Рязани на протяжении последних двух лет рассматривалось уголовное дело по обвинению рязанца в хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений 19-летнего студента, совершенном в 2012 году. Тогда Саша стоял на остановке с другом и ждал троллейбуса, а группа нетрезвых подростков напала на него. Камеры наблюдения на зданиях зафиксировали травлю парня, его загоняли как зверя, и когда настигли, один из ударов с использованием ножа стал смертельным. Циничное и жестокое преступление обсуждалось на просторах сети и на федеральных каналах. Однако пятерых хулиганов освободили из-под стражи. Двое из них, выступавших в суде в качестве свидетелей по делу об убийстве в 2012 году студента, подозреваются в даче ложных показаний, и теперь дело может получить новое развитие. В августе минувшего года суд вынес приговор главному обвиняемому по делу об убийстве 19-летнего студента Александра Дудина. Следствие и суд длились долгих 4 года, и в результате преступника приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На других участников нападения возбуждалось уголовное дело за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Однако они попали под амнистию в честь 20-летия Конституции, еще на стадии следствия. Между тем наметилось новое развитие этой громкой истории. В ходе судебных заседаний в качестве свидетелей были допрошены два молодых человека. Оба свидетеля с целью оказания помощи своему знакомому избежать уголовной ответственности за совершенное преступление дали суду заведомо ложные показания о непричастности подсудимого к конкриминируемому ему деяниям. Однако им не удалось ввести суд в заблуждение относительно действительных обстоятельств дела. 20 августа прошлого года суд на основании собранных по уголовному делу доказательств вынес их общему знакомому обвинительный приговор. Теперь, после вступления приговора в законную силу, молодые люди сами стали фигурантами уголовных дел. Отец погибшего на общественной остановке парня Александр Дудин останавливаться не намерен. За эти несколько лет он сотни раз пересматривал видео с камер наружного наблюдения с банка и с видеорегистратора одного из проезжих автомобилей. Рисовал схемы, воспроизводя траекторию движения каждого из тех, кто участвовал в травле его сына. Я подал в Следственный комитет заявление с просьбой разобраться. Вот, Следственный комитет усмотрел в их действиях состав преступления и возбудил уголовное дело по этому факту. Вот, дальше дело будет передано в суд. Как суд решит, я не знаю. Тогда, сразу после дерзкого убийства, внимание СМИ, в том числе федеральных, было приковано к истории 19-летнего убитого парня. Однако, едва громкие сюжеты показали по телевидению, как о помощи, которую со всех сторон перед камерой обещали оказать Александру Михайловичу, забыли все, кто обещал. Громкие слова, никакого развития не получились. Они так и остались словами. Я обращался, ездил сам лично в Москву, в администрацию президента. Обращался в генеральную прокуратуру неоднократно. Следственный комитет писал президенту, когда послание ему. Ответа я нигде не получил. Писал Малахова на передаче с просьбой опять возобновить. Человек и закон передачу писал. Александр Михайлович будет и далее добиваться справедливости. Всем понятно, что они все навалились, все били, избивали. И там увернуться от смертельных ударов просто невозможно было. Просто он оказался из них один более удачный, нанес смертельные удары. А другие что? Они же помогали. И они должны быть соучастниками этого преступления. У нас в стране за гораздо меньше преступления реальные срока люди получают. А тут совершили такое дерзкое убийство и не понесли никакой ответственности. И это вот то, что я сейчас пытаюсь наказать этих двух товарищей изолжительности. Это маленькая толика того, что я могу в память о своем сыне сделать. Хоть какую-то, чтобы эти люди понесли хоть какую-то ответственность за совершенные преступления. Потому как никакого раскаяния я не видел на заседаниях суда. Ничего нету, они все забыли. Смеются ходят, улыбаются, продолжают дальше жить. Теперь, когда фигурантами уголовных дел стали двое свидетелей, которые давали заведомо ложные показания, Александру Дудину снова предстоит давать показания в следственном отделе. Наша телекомпания будет следить за развитием событий. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается. В уходящем году завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Рязани, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему малолетнему ребенку. Следствием установлено, что 1 декабря 2015 года 27-летняя женщина, пребывая в состоянии одурманивания, вызванного употреблением наркотических средств, бросила с балкона второго этажа лестничного марша многоквартирного дома по одной из улиц Рязани своего 6-месячного сына, который в результате падения на козырек подъезда получил тяжкие телесные повреждения. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу. Урожайным оказался год на крупные коррупционные преступления, череда задержаний чиновников, звучные имена. Пестрили в прессе в течение года. Одним из самых обсуждаемых стал арест главного архитектора администрации города Рязани Натальи Харибутовой. По версии следствия, в январе-феврале 2016 года Харибутова, занимая должность начальника управления градостроительства и архитектуры главного архитектора города администрации города Рязани, за общее покровительство по службе получила от директора строительной компании взятку. В виде незаконного получения услуг по оплате авиабилетов бизнес-класса для себя и своей дочери из Москвы в Пхукет и обратно. А также услуг по их перевозке в автомобили из Рязани в Москву и обратно. Всего на общую стоимость более 500 тысяч рублей. Харибутова задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также других эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается. Дело направлено в суд, вынесен приговор. Он в настоящее время в законную силу не вступил. Обжалуется стороной защиты. Ноздрин был задержан 11 августа прошлого года за получение взятки в размере 500 тысяч рублей. Взятка датель, руководитель сельхозпредприятия в Александроневском районе ОАО имени генерала Скобелева Михаил Глазков. Заключение под стражу замминистру сменили домашним арестом, как только он начал сотрудничать со следствием. По версии следствия, деньги от Глазкова Ноздрин брал в качестве отката за предоставление субсидий. Следствие установило, и суд счел это утверждение доказанным, что Ноздрин набрал от подопечных аграриев еще взяток на 140 тысяч рублей за совершение действий по оказанию мер господдержки в интересах возглавляемых ими предприятий. Здесь не делается исключений ни для кого. И все должностные лица, какую должность они бы не занимали при совершении преступления, безусловно, несут ответственность за его совершение, ни статус, ни какое-либо иное обстоятельство не влияют на то, что, безусловно, осуществляется принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. Одним из событий уходящего года, которые и не хотелось бы вспоминать, стала гибель людей в осеннем переулке. По результатам инцидента возбуждено уголовное дело. Вспомним, как это было. Рано утром 23 октября 2016 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации в Рязанской области поступила информация о хлопке бытового газа в одной из квартир жилого дома по первому осеннему переулку города Рязани. В результате произошедшего погибли и пострадали люди. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, хранение, перевозка, избыт товаров и продукции, выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия несколько дней работала группа наиболее опытных следователей-криминалистов Следственного управления, Следственного комитета России по Рязанской области, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств и причин гибели людей в результате трагедии, произошедшей в многоквартирном жилом доме, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, на место прибыли следователи-криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета России, имеющие опыт расследования техногенных происшествий. Предварительный анализ ситуации и первоначальные следственные действия дали основание следствию нам данный момент рассматривать в качестве приоритетной версии утечку бытового газа. На этом я прощаюсь с вами до следующего года. Желаю вам провести праздники в мире и добре. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин